Слава Иисусу Христу! Мы уверены в этом, братья и сестры? Пусть наше сердце всегда будет уверено в Божьей славе. Потому что если наше сердце уверено, оно твердое. Аллилуйя! Он целитель мой, Он моя свобода, Он Бог мой, на Которого я уповаю. Слава Господу! И мы когда поем эти псалмы, очень важно, когда петь их, переживать с сердцем. Один человек сказал, что мы не говорим неправды, мы ее поем. И порой, когда мы поем, мы тебя любим Господь, а сердцем не переживаем, мы врём. Поэтому очень важно пересматривать пути свои. Многие говорят, что всегда время от времени возвращайся на Голгофу. И я задумался в своей жизни, что есть Голгофа для меня. Что такое Голгофа? Как мне понять, что есть Голгофа, чтобы мне туда возвращаться? И однажды, когда я так рассуждал, внутри меня просто пошло это понимание. Это место осознания твоего, кто ты и кто Бог твой. Когда ты приходишь на Голгофу, всё то, что ты взял с собой ненужное, недоброе, что не от Бога, что человеческое, оно сразу его видно. И ты начинаешь сбрасывать его с себя. Ты начинаешь в сокрушении сердца видеть его, славу и просто каяться пред ним. Это место твоего и моего осознания Голгофа. И очень важно время от времени нам с вами просто идти на Голгофу снова и снова. Для того, чтобы нам помнить своё предназначение, помнить свою от Бога благодать, которую Бог нам дал. Помнить всё. Слава Господу. Мы недавно с командой, которые были в прошлом сироты, и сегодня они дети Божьи, усыновлённые Творцом, ездили по Западной Украине и просто свидетельствовали о том, что Бог с нами сотворил. Какую великую Бог милость положил на нас, на народе своём. И вы знаете, что я не видел, чтобы что-то так касалось людей, как свидетельство, когда Бог приходит в жизнь человека. Мы настолько, нас много на земле, что мы порой даже не знаем судьбу соседа нашего. Мы не знаем его жизнь, лишь только то, что он нам сказал. А Бог каждого человека жизнь лично знает. Каждый, кто ходит по земле, Бог знает его жизнь, его прошлое, его настоящее, его будущее. Бог всё знает. Прославьте, в Божьих руках каждая жизнь. Насколько это серьёзно. И когда мы свидетельствовали о славе Господней, народ сокрушался, поднимал руки, шёл к молитве к Господу. И мы видели, что самое прекрасное и самое великое, что может переживать человек, это когда он слышит о славе Господней. Когда он ещё и ещё раз для себя убеждается, что Бог живой. Слава Иисусу! Очень часто мы, собравшись, собрались на собрание, потом пошли домой. Повседневные наши заботы, они вытесняют из нашего сердца славу Господнюю. Мы перестаём об этом думать. Мы думаем об бытовых моментах, которые нам очень важны и необходимы для жизни нашей. Их никуда не выбросишь из нашей жизни. Нам нужно всё это делать. Но когда мы забываем видеть, усматривать или смотреть на Голгоф, увидеть славу Господнюю, наша хвала или наша благодарность строится вялой, земной. Она ничего не несёт под собой. Но я хочу сегодня нам напомнить о том, что Бог дал нам две заповеди. И эти две заповеди – это центр вообще взаимоотношений с Богом. «Возлюби Господа всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всей жизнью, каждой клеточкой своего организма, в стопроцентной жизни своей возлюби Господа, Бога своего». Он единый Бог в жизни моей, слава Господу. «И возлюби ближнего своего, как самого себя». И Христос, ну не то, что добавил, Он углубился в это, Он говорит, как я возлюбил тебя, возлюби так ближнего своего. Вокруг всех этих заповедей мы все и живём. И очень часто вот эти заповедя, они тускнеют в нашей жизни, и по этой причине мы друг на друга можем клеветать, оскорблять друг друга, обижать друг друга, судить друг друга направо и налево, говорить худое на служителей, думать плохо о начальствах. Это всё выражается вот в этих вот побочных моментах. Это плоды уже нашей любви к Иисусу Христу. Но Бог сегодня обращаясь, просто обращает внимание, посмотри на любовь, которую я возлюбил тебя. Я для тебя сотворил землю. Каждое дерево, каждый листик, всё я создал совершенным и прекрасным лишь только ради тебя. Я к твоим ногам привёл каждого животного, каждую птицу, каждую рыбу, чтобы ты дал им имена. Я настолько полюбил тебя, что отдал тебе власть на земле, чтобы ты здесь на земле управлял всё имением, которым я дал, а не ты, который сотворил. Я каждый день с тобою, когда ты просыпаешься, я нахожусь рядом. В течение дня я не отступаю от тебя, и моя рука над тобою. Когда в твоей жизни враг куёт замыслы, я храню тебя и даю тебе мудрость обходить всё это. И я люблю тебя, я пошёл за тебя на крест. И мы можем рассуждать в сердце своём, насколько мы любим Господа, насколько мы благодарны за Божье спасение, за Божий дар, за Божью благодать, которая в нашей жизни. Может быть, мы привыкли уже, что каждое утро мы встаём, на нашем столе есть завтрак, нормально всё, когда миллионы людей голодают. Может быть, мы привыкли к тому, что наши жёны нас любят, и в нашей семье есть верность, когда миллионы людей просто умирают в неверностях своих. Может быть, мы привыкли, что наши дети просто купаются в любви, а наши родители с нами, когда многие находятся там, вообще лишены всего этого. Может быть, мы привыкли к этому и думаем, что это нормально, но это не то, это благодать Божья и только Его благодать. Аллилуйя! И я сегодня хочу прочитать одно место из Писания. Очень часто я не слышал на него ответа. Очень часто я не мог вообще понять, что имеет Иисус Христос в виду, говоря эти слова мне лично. Я расспрашивал, ну так и не находил ответ пока однажды. Просто слово это не начало внутри меня работать и открывать вот эту истину. Евангелие от Матфея, 7 глава. Буду читать 6 стиха. Христос говорит, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Очень часто, когда я слышал это слово, мне говорили просто вот так, что смотри, когда ты свидетельствуешь людям о Христе, будь внимательный, потому что могу слово не принимать, не надо бросать жемчуга вашего. Но однажды я задал вопрос себе, неужели люди, и Бог их назвал свиньями и псами. И в моей голове вот это вот не слаживалось все, я не мог понять, разобраться внутри себя, внутри меня был конфликт. Потом Господь, когда открыл, я начал просто понимать суть, это говорится не к неверующим людям. Бог, самое важное, что считает святыней, как вы думаете, братья и сестры, не общение ли Бог назвал святынею? Самое важное для Бога – это общение. Он имеет общение с человеком, ради этого он пошел на крест, он отдал себя самого, чтобы произошло это примирение, потому что цель Евангелия – это примирить. Это примирить то, что давно было разрушено, разорвано, и в последствии которого проблемы были. Поэтому общение Бог считает очень важным элементом. И ничто не способно заменить общение, настоящее. Что такое общение? Это не просто разговор друг с другом, это крепкая дружба. Это крепкая дружба, которая крепче всего на свете. Вот это есть общение, это библейское понимание слова «общение». Потому что очень часто в нашем времени сейчас слово «общение» оно ничего не значит. Ну что ты делаешь? Да я общаюсь просто с человеком. Это подразумевает просто разговариваю, ничего толком общего. Общение – это что-то общее. И святыня, и жемчуг – это взаимоотношения и общение между друг другом. И когда говорится, что не давайте святыне псам и жемчуга вашего перед свиньями, обратите внимание, какого вы мнения друг о друге. Что вы говорите друг другу о своих братьях и сестрах, о своей семье? Какие мысли наполняют вас при виде брата или сестры? Это очень важно. Это жемчуг, который Бог вытаскивает. Каждый из нас является сокровищем в руках Божьих. Каждого из нас Бог лично спас бы, если бы ты, Илья, был один на земле, а все остальные были бы спасены. Бог бы пришел ради тебя и меня одного. Аминь. Поэтому мы в глазах Божьих – это жемчуг. Это очень ценный жемчуг, который дорогой ценой достался. И взаимоотношения правильные, родные, настоящие – это святыня, братья и сестры. Это настоящая святыня. Это не просто само собой разумеющаяся в нашей жизни. Это святыня. И мы сегодня, церковь, обязаны разобраться в наших ценностях жизни, как мы друг к другу относимся, как мы служим друг другу, как мы друг друга принимаем, как мы думаем друг о друге, потому что в этом суть. Даже вот это вот хлебопреломление, оно нам открывает суть церкви, семьи, тела Господнего. Правда же? И очень важно сегодня разобраться, когда мы берем от этого хлеба, когда мы часть тела принимаем, этим мы заявляем, что мы являемся частью тела. Нам нужно разобраться, какая взаимосвязь у меня с телом Господним. Может быть, я вижусь с этим телом один раз в неделю. Или, может, мои уста настолько дерзкие, что рассказывают под небесами, говоря хульное друг против друга. И не бояться сегодня говорить эти дерзкие вещи, хотя Бог, Он внимательно к этому относится. Бог считает святынею общение с людьми. Бог ради этого отдал жизнь свою, чтобы забрать и туда повезти человека, где сам находится. И Бог, каждый из нас в глазах Божьих является жемчужина. Каждый из нас. Независимо от того, что у нас порой бывают недостатки. Независимо, что мы где-то неверны. Независимо, что мы где-то спотыкаемся. В глазах Божьих ты жемчужина. Аллилуйя. И очень важно, братья и сестры, помнить об этом. Когда ты бежишь к Богу с нуждою, что тебя кто-то обидел, или тебя кто-то пренебрег, и ты жалуешься. Помни о том, что в глазах Божьих и ты, и он, жемчужина, которая досталась высокой ценой. Каждый из нас был по уши в грязи, но Бог кровью своей омыл нас. И когда мы будем рассуждать над жизнью своей, и разбираться в святыне, что есть святыня, что есть жемчуг, чтобы духи, которые стоят за всем этим, в наших жизнях не принесли много проклятия. Когда ты и я открываем свои уста для суда против ближнего своего, мы открываем двери, чтобы нечистый дух в нашей жизни что-то делал. Уже не раз человек убеждался, что когда человек один брат на другого держит непрощение, в его жизни большие катастрофы происходят. Он дает место. Он дает место тому, кто просто убивает все на твоем пути в твоей жизни, кто отравляет твою жизнь. Когда ты что-то делаешь с недобрым предотвращением Божьим, особенно во взаимоотношении к братьям и сестрам, конкретно враг имеет на тебя уже право, он в твоей жизни все делает по-другому, и ты уже не можешь найти себе место, и ты не можешь быть уже одним целым с телом, потому что ты чувствуешь в своей жизни большие уроны, большие катастрофы. И сегодня мы будем вкушать, мы будем преломлять тело Господне, мы будем касаться к этому. И вы знаете, очень примитивно, когда мы, христиане, только на хлебопреломлении всплакнем, пустим слезу и подумаем, как Бог страдал. Но у Бога была цель страданий. У Бога всегда прослеживалась тема страданий Его. Он это все сделал для того, чтобы примирить. И цена этого примирения с Богом была омыть нас кровью своей лично, заплатить за нас. И очень важно, когда мы живем теперь вместе, помнить об этом, что каждый из нас в очах Божьих жемчужина. И общение друг с другом – это святыня. Его нельзя попирать. Его нельзя выбрасывать псам, тем, которые сегодня привыкли выслушивать худое о братьях и страдах твоих. Когда ты знаешь, что вот этот человек, он будет слушать и кивать головой, и говорить, да, как с тобой нехорошо поступили, какой плохой брат или какая сестра плохая. Вот какой служитель непутевый. Этих псов сегодня много. Они были наши, а стали не наши. Этих свиней сегодня очень много, которые по сути свои нечистые. Но жемчуг Божий и святыня Божья – это центр нашего внимания с вами. Наши отношения друг к другу, наше служение друг к другу, наша забота друг о друге, наше попечительство друг о друге, наше переживание друг о друге, наша молитва друг о друге – вот это важное. Вот это важное. Если в моей жизни сегодня этого нету, то, может быть, я и являюсь тем, о ком пишет Писание. Пес возвращается на свою блевотину, и, вымытая свинья, идет валяться в своей этой же грязи. Может быть, обо мне уже давно говорит Писание, но я сегодня себе другого мнения. Мои глаза слепы, и я не вижу уже ничего этого. Я хочу, братья и сестры, обратить внимание, обратите внимание друг на друга, на те, которые рядом с вами, которых, может быть, вы больше не видите в течение недели. Обратите внимание. И помните, что мы вместе идем в Царство Его. И Бог так желает, чтобы мы были семьей, настоящей семьей, чтобы это было не формой, не привычным нашим делом, а чтобы это было настоящим. Бог так желает, чтобы все у нас было настоящим, истинным. Потому что Бог истина. Пусть Бог нас благословит, пусть Его милость будет с нами. И пусть Слово, которое Бог нам дал, Его заповедь, вокруг которой все мы, что возлюби Господа своего всем сердцем и ближнего, как себя самого. Пусть оно будет нашим вниманием центром, чтобы это мерилом было для нас. И я уверен, каждый из нас будет знать, что Ему делать, как Ему служить. Что необходимо для того, чтобы мы все вместе были счастливы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.